МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Сегодня в нашем выпуске. На личном контроле. Глава Чувашии провел прием граждан. Волга-Янцзы. Республика примет заседание совета по межрегиональному сотрудничеству. Весна 2019. В Чебоксарах откроются ярмарки сельхозпродукции. Волга-Янцзы. Представители деловых кругов Китая и регионов ПФО встретятся в Чебоксарах. 23-24 мая в Чувашии пройдет заседание совета в формате Волга-Янцзы под руководством полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова и заместителя председателя госсовета КНР Ван Юна. Его цель – укрепление культурно-экономических отношений между регионами ПФО и провинциями Аньхой, Хубей, Хунань, Цзинсы, Сычуане, города Чунцин. В республике уже начали готовиться к форуму, разработали дорожную карту, отремонтировали помещение ледового дворца Чебоксара-арена. Сейчас готовят программу форума. Основное заседание пройдет 23 мая. Его тема – ассоциация вузов Волга-Янцзы «Надежный фундамент для российско-китайского межрегионального сотрудничества». Предусмотрено и время для непосредственного общения. Делегация КНР представителей вузов Привозка-Вероного Курва на три группы едут в три наших вуза. Одна группа едет в Чувашский государственный университет, другая группа едет в Чувашский педагогический университет и в нашу Чувашскую государственную сообщественную академию. Приблизительно где-то 20-25 человек в каждой группе. Во время часовой программы будут показаны основные направления и будет акцент сделать на гуманитарно-научное сотрудничество между нашими вузами и основными вузами КНР. «Наша задача, выполняя все эти обеспечительские функции, организационную, организаторскую работу, подготовиться и провести это мероприятие достойно, соответствующими на выходе, конечно, результатами нашей совместной деятельности». До заседания совета еще месяц. Это время нужно использовать максимально продуктивно, чтобы и эффект от форума был максимальным, отметил глава Чувашии. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Сегодня глава Чувашии встретился с заместителем генерального прокурора России. Сергей Зайцев и Михаил Игнатьев обсудили вопросы взаимодействия органов власти и правоохранительных органов. Подробности в следующем материале. У Сергея Зайцева плотный рабочий график. Так, накануне заместитель генерального прокурора страны и глава региона встречались с жителями Ядринского и Маргаушского районов. Многие вопросы были решены на месте. Все эти вопросы, которые касаются, вопроса жизнеотвечения, так скажем, там, жилищно-коммунальные хозяйства. Там очень много, как раз по вашей линии было, лежали в плоскости, вот как раз, исполнительные власти там и местного самоуправления. Такие приемы граждан необходимы для того, чтобы органы власти смогли наладить обратную связь. Отвечать на личные вопросы жителей муниципалитетов в прокуратуре планируют чаще, теперь в режиме видеосвязи. Впервые будем использовать систему ВКС. Очень, кстати, показательно, что в Чувашии, вот сейчас мы связали все районы уже по линии прокуратуры, и посетители уже могут прям приходить туда, в районные прокуратуры и получать, так скажем, консультации, ответы, там, запросы из Чуваксары. Одна из главных тем рабочей встречи – трудовые споры. На особом контроле прокуратуры погашение долгов перед работниками предприятий. Прошлый год был не менее сложный, вы знаете прекрасно. Совместно принимались все меры для того, чтобы вот тот рост, а он был серьезный, да, значит, задолженность по зарплате был снят. И к концу года, на начало этого года мы добились очень серьезных результатов. За круглым столом обсудили и проблему предприятия банкрота Чувашевтотранса. Глава региона отметил, что сейчас в суде решается вопрос о первоочередности погашения долгов перед работниками. Чтобы 60 миллионов налогов, которые есть по очередности, очередность поменять, эти 60 миллионов направить на выплату заработной платы в интересах людей, которые отработали. Эти 60 миллионов рублей, больше половины долгов, которые есть, по Чувашевтотрансу мы бы покосили. Сейчас вот на решение суда будем выходить. Отлично. Там активов достаточно, продажи имущества поэтапно будут осуществляться. Позицию правительства региона Сергей Зайцев поддержал. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Вильеев и Андрей Шоклев. Республика. Построить фельдшерско-акушерский пункт, отремонтировать школу искусств, установить светофор. С такими просьбами к Михаилу Игнатьеву обращались жители республики. Сегодня глава Чувашии провел очередной прием граждан по личным вопросам. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В часы пик на остановке институт образования транспортный коллапс. К тому же водители часто не пропускают людей, переходящих по зебре. Установить в этом месте светофор просьба пенсионерки Маргариты Ефимовой. Глава региона отметил, что вопрос по установке светофора решится до конца этого года. Вы знаете, школа строится. И с учетом ввода этой общепроводительной школы в эксплуатацию, к сентябрям месяце мы хотим это все сделать, пассажиры поток, конечно, там увеличился будет. Может быть, тот светофор, который там рядом, чтобы светофор на светофоре не был, придется нам перенести. То есть на остановке институт образования. Надо оценить специалистов, которые будут выезжать. Значит, Николай Станиславович своей управленческой командой тоже будет общественные депутатские контроли осуществлять. То ли это будет мигающий постоянный сигнал, или действительно он будет работать в полном режиме. Я думаю, что комиссия, которая выйдет из города в составе сотрудников ГИБДД и всех заинтересованных лиц комплексно оценит необходимость светофора на этом переходе. Оборудовать освещение на трассе для безопасности пешеходов попросила жительница села Яндаба Заира Иванова. Наша деревня расположена вдоль трассы республиканского значения Чебоксары-Сурская. И на противоположной стороне школы находится. И в темное время суток, ну зимой, осенью, очень тяжело переходить. Проект будет включен в работу. К первому сентябрю, к дню знаний, это мы обязаны уже сделать. Чтобы было светло. Татьяну Багманову волнует судьба Алатарской детской школы искусств. Объекту необходим ремонт. Город преображается, и поэтому хотелось бы тоже видеть это здание в красивом виде. Внутри там тоже требуют ремонт. И поэтому хочется вашей помощи и содействия. Там три здания получается. Постараемся отремонтировать. Насколько скоро будут проложены канализационные сети на улице Придорожной в Мариинском посаде, вопрос Елены Замятиной. Она многодетная мама и мечтает о своем доме. Очень сложно там что-то делать, потому что нет коммуникации, нет канализации, например, дом не построить. Проблематично все это делать. Но я думаю, что я выражу желание всех там собственных участков земель. 1 миллион 106 тысяч рублей при уточнении бюджета мы хотим его заложить. Для того, чтобы проложить. Но сонная канализация ничего невозможно сделать. Теперь же надо газификацию провести, электроэнергию провести, водоотведение надо провести. Будем отслеживать. Чтобы там комплексно могли спроектировать вместе с администрацией района. Для того, чтобы потом дома начинать примерно строить. Как будут исполняться просьбы жителей, озвученные на приеме глава региона, намерен проконтролировать лично. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Открытый диалог с молодежью. Михаил Игнатьев встретился со студентами Чувашского государственного университета. Это уже третий вуз, который посещает глава республики. До этого он ответил на вопросы студентов педагогического университета и сельхозакадемии. Встреча в ЧГУ началась со знакомства с учебным процессом. Здравствуйте. Сами не нужны директоры. Здравствуйте. В этой специализированной аудитории финансисты и экономисты изучают технологии будущего. Общаются с бизнес-тренерами и участвуют в мастер-классах. Кабинет открыли на базе ЧГУ в конце прошлого года. Чуть раньше появился бизнес-инкубатор. Место как раз для диалога за круглым столом. Университет очень динамично развивается. Эффективный университет. И федеральный центр, и федеральное министерство науки смотрит на вас очень внимательно. Отслеживает все результаты научной деятельности, образовательной деятельности. Для того, чтобы, если где-то какие-то проекты новые появляются, чтобы лучшие практики были внедрены. И уже сейчас есть научные достижения, которые отмечены федеральными и республиканскими грантами. Доцент химико-фармацевтического факультета Анастасия Алексеева вместе с группой ученых работает над синтезом современных новых материалов на основе органических структур. В быту и в промышленности они широко используются, поскольку обладают красящими свойствами, то есть выступают в роли красителей. И могут быть использованы в качестве органических материалов при создании солнечных батарей. Результаты этих исследований в перспективе могут заинтересовать завод Хивилл, который производит в Чувашии солнечные батареи. Вообще ВУЗ сотрудничает с крупными предприятиями города, готовя молодые кадры, например, для электроаппаратного завода. Развито здесь и олимпиадное движение. У нас действует Центр по работе с оборудованной молодежью. Он мне помог съездить как раз на заключительные этапы. За это ему большое спасибо. И вообще помогает тем, кто хочет и тренироваться к олимпиадам, и участвовать в них. Надеюсь, что он будет развиваться дальше. Волонтеры в этом году будут участвовать в параде победы в Москве. Активность позволяет студентам выезжать на форумы, где они общаются со сверстниками из других регионов и сравнивают молодежную политику. С нами делились наши друзья своим опытом. Они сказали, что у них есть, например, льготные ипотеки для молодых врачей, учителей и молодых ученых. То есть у них снижена 1% ставка по кредитам, снижена первоначальная стоимость взнос в квартиру. И вот хотелось бы спросить, а нет ли возможности ввести вот такой момент поощрения для наших активистов, нашей молодежной политики. Глава Чувашии пояснил, что в нашей республике действуют другие формы поддержки, которые имеют такую же направленность. Земский учитель, вот с первого года миллион будет получать. Семский врач получает. Земский фельдшер 500 тысяч получает. То есть это тоже безвозмездно. Единственное, сейчас еще до конца решение принято, долго спорили, была программа прекрасного устойчивого развития сельских территорий. Но сейчас президент принял решение, будет не ведомственная программа, а государственная программа по комплексному развитию сельских территорий. И там практически 70% любого специалистов безвозмездно деньги выделяют. Или на приобретение квартиры, или на строительство жили. Земельный участок тоже не очень. Полтора часа студенты задавали вопросы главе Чувашии, высказывали свои идеи. А в завершении встречи вручили фирменный бомбер и совенка Ульяну, игрушечный символ ЧГУ. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Объяснили, что водители новых ЛИАЗов и МАЗов понятия не имеют, как использовать по назначению оборудованные там пандусы для маломобильных людей. Прокуратура Калининского района совместно с ГИБДД, МВД и Центром экспертизы и сертификации «Доступный мир» провела собственный эксперимент. Результат одинаковый. Пандусы в автобусах не используются. В ходе выездной проверки было установлено, что водитель маршрута номер 52, общество с ограниченной ответственностью, крокус авто, нарушение требований законодательства, не владеет навыками по эксплуатации пандуса для посадки инвалида на кресле-коляске. Также он не смог пояснить местоположение в салоне автобуса, где располагается данное кресло-коляска. И также не объяснил, каким образом осуществляется крепление данной коляски. По результатам данной проверки прокуратурой Калининского района города Чебоксары в адрес руководителя организации инвестиционное представление для того, чтобы данной организации в месячный срок были устранены, выявлены нарушения законодательства. Если перевозчик не устранит нарушения и водители пассажирских МАЗов по-прежнему не будут выдвигать пандус для заезда маломобильных людей, как это положено по закону, то перевозчика оштрафуют на 30 тысяч рублей. Проверка в других районах города Чебоксары сейчас продолжается. Всем перевозчикам необходимо обучить водителей и кондукторов, как перевозить маломобильных людей в общественном транспорте. Далее правовые новости от компании «Гарант». В Налоговый кодекс России внесены поправки, касающиеся льго для многодетных семей. Поправки утвердил президент Владимир Путин. Физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, могут получить вычет в отношении жилых объектов в размере кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры. Площади части квартиры – комнаты. И 7 квадратных метров – общей площади жилого дома. Части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, многодетные граждане получили право вычета на 6 соток. Они смогут уменьшить налоговую базу по земельному налогу на величину кадастровой стоимости – 600 квадратных метров в отношении одного земельного участка. Причем уведомление о льготируемом объекте можно будет подать не до 1 ноября, а до 31 декабря налогового периода включительно. С 1 апреля 2019 года привычная зеленая карточка СНИЛС отменена. Это следует из федерального закона. Вместо пластиковой карточки СНИЛС Пенсионный фонд начнет выдавать работникам новый документ. Он подтвердит для работодателя регистрацию в системе обязательного страхования. Пенсионный фонд РФ напомнил, что после внесения поправок в закон о персональном учете информация о СНИЛС будет предоставляться гражданину в виде бумажного или электронного уведомления, которое заменит собой страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Все ранее выданные страховые свидетельства при этом продолжат действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в Пенсионный фонд за обменом документов. В новых уведомлениях будут отражены все те же сведения, что и в страховых свидетельствах. Страховое свидетельство, согласно утвержденному порядку, больше не подлежит восстановлению и обмену. Вместо него застрахованные лица будут получать уведомления нового образца о заработной плате. Доплата за работу по ночам и выходные не должна быть внутри МРОД, так решил Конституционный суд России. Конституционный суд разрешил многолетний спор о том, включаются ли доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, и за ночную работу в состав заработной платы для цели ее сравнения с минимальным размером оплаты труда. Судьи заключили, что каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как заработная плата в размере не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, так и повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. Сидеть дома с детьми и получить профессию может любая мама-ребенка, недостигшего трехлетнего возраста. Программа по дополнительному освоению профессии в Республике работает не первый год. За это время многие женщины получили новые специальности. Обучение бесплатное, нужно лишь желание. Подробности в нашем сюжете. Екатерина Захарова – мама двоих детей. Младшему исполнилось два года. Несмотря на то, что по образованию она связист, после окончания курсов собирается работать маникюршей. Узнала, что вот есть такая программа для мам в декрете, можно пройти обучение бесплатно. Пока была такая возможность, решила обучиться, как раз есть свободное время. Потом в дальнейшем планирую начать работать по специальности. Специальность очень востребованная. Осваиваем технику маникюра, европейский маникюр, обрезной маникюр, наращивание ногтей, покрытие лаком, укрепление. Еще одна ученица Центра Аспекта – Анастасия Лаврентьева. Она выбрала профессию парикмахера. По времени обучения это направление самое продолжительное. Занимает около пяти месяцев. Нахожусь сейчас в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет. И от биржи труда предложили бесплатные курсы парикмахеров. Как раз сидя дома, узнают что-то новое, очень хорошая возможность. У нас семейный подряд. Мама работает парикмахером, скоро на пенсию уходить, хочу ее заменить. Кроме этого, в Центре Аспект молодые мамы могут выучиться на повара, бухгалтера, специалиста по охране труда или стать швеей. Занятие бесплатное, весь необходимый инвентарь предоставляется. В период обучения выплачивается стипендия. Цель обучения – это восстановление профессиональных навыков, повышение уровня компетенции после длительного перерыва в работе, связанного с рождением ребенка. Учебный план по многим профессиям включает не только теоретическое освоение материала, но и организацию производственной практики на предприятиях города. Всего в 2019 году повысить квалификацию или получить новую профессию могут около 400 молодых матерей республики. Для этого им нужно получить направление в Центре занятости по месту жительства. Татьяна Трофимова, Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Традиционно в четвертую субботу месяца, в этом году это 27 апреля, в поликлинике республиканского онкодиспансера пройдет день открытых дверей для мужчин. Раз в месяц пациенты могут без специального направления получить консультацию онкологов, пройти необходимую диагностику и узнать о методах профилактики рака. Прием пройдет в поликлинике по улице Гладково, 31, с 8 до 13 часов. Записаться можно уже сейчас через электронную регистратуру. Отправляясь на прием, не забудьте страховой, медицинский полис и паспорт. К другим новостям. В эту субботу, 20 апреля, начнут работу сельхозярмарки. Купить мясо, мед, овощи и фрукты без посредников напрямую от производителей можно будет в четырех точках города. Продавать сельхозпродукцию будут в торговых комплексах Северный, Юго-Западный, Дар, это бывший рынок Шубашкар и на Николаевской ярмарке. Традиционный месячник по реализации сельскохозяйственной продукции весна 2019 продлится до 12 мая. На ярмарке будут допускаться те организации, которые имеют соответствующую документацию на выпускаемую продукцию и которые прошли сертификацию. И также, конечно, производители должны при себе иметь разрешающий документ на отчисление предпринимательской деятельности и санитарные книжки. 19 апреля Национальная библиотека Чувашии вновь присоединяется к всероссийской акции «Библионочь-2019». Официальная тема в этом году – «Весь мир театр». В этот вечер для участников проведут эксклюзивные экскурсии за кулисией библиотеки. Покажут сканерную комнату, сектор консервации и реставрации документов с мастер-шоу в главной роли – бумажный лист. А также самый закрытый отдел библиотеки – книгохранение. На разных площадках пройдут также мастер-классы, встречи с писателями, артистами театров. Участники смогут научиться писать пером и чернилами, освоят секреты декорирования витражными красками, раскрашивание деревянных сувениров, изготовление цветов из бумаги, открыток, подарочных композиций. А сразу после новостей смотрите новый выпуск программы о здоровом образе жизни «Жизнь в движении». В этот раз наши ведущие будут покорять высоту. Скалолазанье – вид спорта, который подходит абсолютно каждому. Аня и Таня это докажут. Зачем нужны гибкие пальцы? Что такое скальники? И какой вид открывается с 30 метров? Ответы через несколько минут в эфире национального телевидения «Чуваши». Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова